Доброе утро! Сегодня вторник, 27 сентября. Служба информации канала ОТС начинает свою работу в студии Ксении Обороткина. Сегодня в выпуске о фестивале науки, премьере спектакля в Красном факеле и донорской акции «Помоги делам». Фестиваль науки стартует в Новосибирской области. В течение двух дней жителей ждет насыщенная программа. Лекции, презентации, интерактивные игры, мастер-классы, выставки, квесты, экскурсии и многое другое. В частности, научно-популярное шоу «Мобильный планетарий», мастер-классы по созданию различных устройств и приборов, лекции по тематике технического творчества, занимательные физические и технические опыты, демонстрация полетов беспилотников. Во время декады науки пройдет 235 мероприятий на 20 площадках в Новосибирской области. Впервые на новосибирской сцене решили поставить Франца Кавку. В Красном факеле прошла премьера спектакля Тимофея Кулябина «Процесс». На репетиции побывала наша съемочная группа. Зрительный зал пуст, но актеры играют в полную силу. У режиссера пока еще есть возможность дать последние указания и что-то изменить. Техника в этом спектакле играет важную роль, поэтому специалисты тщательно проверяют оборудование и устраняют неполадки. Жанр спектакля определен как реалити-триллер. Актеры не только играют, но и снимают друг друга на камеры. На сцене почти нет декораций, зато висит огромный монитор, где демонстрируется видеоряд. Переведено все в видео не потому, что сейчас все в видео переводят, а как бы немножко сместить акцент с языка текстового, литературного, от литературоцентризма к такому миру, где люди только вообще не знают литературу, не знают языка. Я имею в виду такая смоделированная ситуация для персонажей, где письменности отсутствуют вообще. Фабула спектакля такова. В одно утро жизнь главного героя меняет привычный ход. Два неизвестных человека врываются в комнату и объявляют, что он арестован и против него начат процесс. Доказать свою невиновность мужчина не может. На каждый довод чиновники находят абсурдные отговорки. Вот мои документы. Как вы? Надо их делать? Похоже, ребенка. Чего вы хотите? Вы думаете, что ваш процесс закончится быстрее, если вы будете спорить с нами о документах, о бомбинах на арест? Мы лишите. Мы в документах почти ничего не сможем. Наше дело стереть вас по 10 часов в сутки за это. Мы получаем жалобу, не больше. Мрачная, угнетающая атмосфера дополнена бессмысленностью происходящего. Темные силуэты, смазанные лица и измененные голоса – все это напоминает фильм ужасов. Ставить Франца Кавку в Новосибирске еще никто не осмеливался. Процесс не имеет четкой композиции. Он больше похож не на роман, а на рассказы, объединенные общей темой. Поэтому перед зрителем происходящее разворачивается, как калейдоскоп событий. Я себя понимаю в этой работе как просто очень внимательного театрального читателя, который пытается сохранить в тексте тот, который будет звучать со сцены, сохранить в этом тексте оба этих свойства – и универсальность Кавки, и его уникальность, его неповторимость. Режиссер пытался отразить в спектакле многообразие смыслов. Ведь процесс – это не только история о бессмысленной борьбе с системой. Я не думаю, что Кавка – это про бюрократию. Это одна из тем. Для меня она, в общем, далеко не самая интересная вообще в творчестве Кавки и в романе «Процесс» в частности. Кавка – довольно сложный автор. И я думаю, что одно из главных его достоинств и отличительных черт в том, что у него очень широкий спектр тем всегда и смыслов. В этом и есть его художественный прием, что он так строит свои произведения, что они не поддаются единой интерпретации. В этом его главный трюк. Уже за полгода до премьеры спектакль получил приглашение на участие в Международном фестивале «Территория». Александра Железных, Алексей Погодин. Новости ОТС. Помоги делам. Сегодня в Новосибирске уже в 38-й раз пройдет донорская акция под таким названием. В эти минуты на площади Ленина разворачивают мобильный пункт приема крови. Каждый желающий может стать донором и помочь людям, которые нуждаются в переливании крови. Условий несколько. Донор должен весить больше 50 килограммов. Не болеть с гепатитом, спидом и туберкулезом. Все подробности акции у врачей мобильного центра. Сдать кровь можно сегодня до 12.30. На этом пока все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков новостей. Желаю вам удачного дня. Новости ОТС. Доброе утро. Служба информации и канал ОТС продолжает свою работу в студии Ксения Бородкина. Прямо сейчас расскажем о снижении безработицы в регионе, новом водопроводе в селе Байкал и грядущем похолодании. Меньше безработных в Новосибирской области по данным соцопросов стало больше тех, кто устроился на постоянную работу. Результаты выборочных опросов населения подтверждают данные мониторинга официального рынка труда Новосибирской области. Численность официально зарегистрированных безработных граждан, стоящих на учете, снизилась за последние три месяца на 14,5%. Сегодня зарегистрировано 15 тысяч человек. В 2016 году в государственные учреждения занятости населения обратились за содействием в поиске работы 70,5 тысяч граждан. Среди них только 7% были уволены по сокращению штата, 14,5% искали работу впервые, а каждый восьмой на момент обращения был занят трудовой деятельностью, но желал сменить работу. Больше 5000 жителей Новосибирской области обратились к врачам с подозрением на бешенство. Диагноз подтвердили только в 10 случаях. Подозрения возникали из-за укусов животных, в том числе дики. В 144 случаях. По сравнению с прошлым годом, общее число обратившихся сократилось больше, чем на 300 человек. Роспотребнадзор призывает соблюдать следующие правила. Приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования. Обязательно проводить вакцинацию, избегать контактов с бродячими животными, не кормить их с рук и не гладить. Чистая вода по новым трубам. В селе Байкал Болотнинского района запущен новый водопровод. Местные жители этого события ждали не один десяток лет. Деньги на строительство выделили из районного и муниципального бюджетов. Все подробности далее в сюжете. Ванночку поставили, туалет, мойка, шкафы эти все, всю благодать мне сделали и водичка появилась. Звук воды для Валентины Ефимовны как музыка. Пенсионерка живет в селе Байкал с начала 70-х. Говорит, последние несколько лет каждое лето мучились. Раньше колонка где-то была, так мы носили, уфля таскали. А сейчас, конечно, благодать. Открыл, сколько надо, столько взял. Новые трубы пластиковые. Срок службы более 50 лет. В воде нет ни ржавчины, ни хлопьев. Мы можем воду продавать как бутилированную. Она у нас практически соответствует всем параметрам. Байкальцам заменили почти километры водопровода. Из районного и муниципального бюджетов потратили около 500 тысяч рублей на центральный водовод, запорную арматуру и водоразборные колодцы. А вот трубы к домам жители оплатили за свой счет. Примерно 120 тысяч район дал, где-то примерно 120 тысяч это были деньги у муниципалитета. Ну и МУП там где-то практически около 200 тысяч заложил. Мы обошли где-то, ну 500-600 тысяч в целом нам вошлось. Чистой водой обеспечили улицу школьную и центральную, подключили школу. Теперь в планах заменить водопровод на улице Байкальская. А еще пробурить вторую скважину. Екатерина Горшкова, Михаил Кауров, Новости ОТС. В Новосибирск приходят заморозки до минус 5 градусов. Погода будет холодной, но солнечной. Все дело в антициклоне, который пришел в северо-восток. Характер погоды на ближайшие дни определяет зону высокого атмосферного давления. Центр антициклона находится на севере Томской области. С ним связано отсутствие осадков и туманы в утренние часы. Местами столбик термометра отпустится до минус 6. В ближайшие трое суток заморозки сохранятся. Ночью будет от плюс 5 до минус 5. Днем от плюс 10 до плюс 15 градусов. Кстати, в Новосибирске отопительный сезон уже начался. Тепло пока еще не во всех домах. Специалисты осуществляют подключение поэтапно. Хоккейная Сибирь сегодня проведет первый матч новой домашней серии. Соперником новосибирцев станет Челябинский трактор. Напомню, с выезда подопечной Андрея Скобелки привезли 8 очков. Сейчас Сибирь с 22 очками находится на третьем месте в Восточной конференции КХЛ. Трактор имеет в своем активе на 2 очка меньше и располагается на пятой строчке на востоке. Встреча между командами начнется в 19.30. Прямую трансляцию смотрите на канале ОТС. На этом пока все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков новостей и желаю удачного дня. Новости ОТС. Доброе утро. Служба информации и канал ОТС продолжает свою работу в студии Ксении Бородкиной. Сегодня расскажем о бизнесменных должниках, невоспитателя и нашествии мышей на дачных участках. Новости ОТС. Взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование недоплачивают 73% от общего количества индивидуальных предпринимателей в регионе. Проблема в том, что многие из них не работают по месту регистрации. В итоге ни специалисты органов ПФР, ни сотрудники службы судебных приставов не могут их обнаружить. В их числе, скорее всего, входят и те ИП, кто прекратил ведение хозяйственной деятельности и не снялся с регистрационного учета. Однако, в соответствии с действующим законодательством, это не освобождает бизнесменов от уплаты страховых взносов в пенсионный фонд. Запрещенные растения не пустили в Новосибирск. Инспекторы управления Россельхознадзора пресекли незаконный ввоз из Республики Албания. В аэропорту Толмачева была обнаружена партия сушеных плодов витекса священного. Это растение в России внесено в Красную книгу как уязвимый вид. Листья и плоды в быту применяют как пряную специю с острым вкусом. Ветки ровные, гибкие, находят применение в лосоплетении. Из них делают корзины и мебель. В медицине плоды, семена и листья растения применяют при малярии, хронических заболеваниях печени, селезенке, импотенции. 8 декабря 2014 года было введено временное ограничение на ввоз всей подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из Республики Албания. Поэтому партия лекарственного растения витекс общим весом 100 кг на территорию Российской Федерации не допустили. 27 сентября работники дошкольного образования отмечают свой профессиональный праздник. Именно воспитатели дают малышам первые знания, помогают познать мир. Но работа эта нелегкая, как кажется на первый взгляд, и не каждому дано ей овладеть. Все подробности далее в сюжете. Ребята наперебой рассказывают воспитателю, каким бывает это время года, читают стихи, разгадывают ревусы, рисунок, закрепление изученного материала. Посмотрите, ребята, на картины. Когда ветер дует, куда у нас ветки наклоняются? Интересные факты из жизни растений и животных. Что такое родина и кто такой президент. Обо всем этом ребятам рассказывает педагог. Оксана Александровна у нас добрая, хорошая, красивая, умная. Нравится вам с ней? Да. Нам нравится с ней играть на улице, провожать занятия. А занятия, как в школе, математика, чтение, физкультура – больше десяти предметов. Самое главное – дать ребенку знания, чтобы они выпустились у нас с детского сада умными детьми, культурными, читающими, умели писать, считать и слушать учителей. Стать воспитателем Оксана Серова решила еще в детстве. О своем выборе не жалеет. Мое педагогическое кредо, чтобы дети тебя любили и понимали, нужно в душе быть самому ребенком. Учит ребят, учится и сама. Как отмечают коллеги, находятся в постоянном поиске новых форм работы с детьми. Приходя к Оксане Александровне на занятия, занятия у нее очень интересные, так и нам, воспитателям, и детям очень интересно. Оксана Александровна – творческая личность и замечательный педагог. В группе Оксаны Серовой 18 дошколят. Каждой личность, каждому нужен индивидуальный подход. Особых секретов нет. Главное – чувствовать детей сердцем. Елена Кинт, Андрей Ильдеров, Новости ОТС. Дачи новосибирцев атаковали полосатые мыши. Нашествие грызунов на огороды и приусадебные участки уже подтвердили новосибирские ученые. Окрас мышей необычный – коричневый, с темной полосой на спине и длинным хвостом. Специалисты отмечают, что среди грызунов есть немало практически безвредных созданий с невинными глазами-бусинками. Например, в новосибирских полях можно встретить редких зверьков, к которым относится крошечная мышь-малютка. Она может подниматься по стеблям сорных злаков за семенами в колосках или метелках, не сгибая их. Еще один представитель длиннохвостых мышевидных грызунов – полевая мышь, у которой вдоль коричневой спины имеется темная полоска. Правда, этими мышами восхищаться приходится с оговоркой. Дело в том, что в отдельные годы наблюдается массовое размножение этих зверьков, и тогда они могут уничтожить значительную часть урожая. На этом пока все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков новостей. Желаю удачного дня. Доброе утро. Служба информации канала УТС продолжает свою работу в студии Ксения Обороткина. Расскажем прямо сейчас про акцию «Розовая ленточка. Утраченные архитектуре Новосибирска и Дне туризма». Новосибирские врачи сегодня проведут акцию «Розовая ленточка». Принять участие в мероприятии смогут все желающие. В рамках проекта женщины смогут посетить врача-мамолога по показаниям, пройти диагностическое исследование по направлениям. Мамография и ультразвуковое исследование молочной железы. Также «Сибиряйчик» научат методики самообследования молочных желез с помощью специальных муляжей. Параллельно специалисты прочтут лекцию по профилактике заболеваний. Участницы акции смогут принять участие в анкетировании по выявлению факторов риска развития заболеваний молочной железы, получить информационные материалы по вопросам сохранения здоровья и рациональному питанию. Акция «Розовая ленточка» пройдет во второй клинической больнице с 12 до 16 часов. Из-за отходов горного производства современный утеплитель для строительства малоэтажных домов. В поселке Горный реализуют уникальный проект, который поможет создать новые рабочие места. Зинаида Мельникова о новых точках роста экономики Тогучинского района. Отходы рудного производства тогучинцы планируют пустить в дело. Из так называемого отсева будут делать утеплитель. Разработчики уверяют, аналогов нет. Материал абсолютно не горючий, срок службы более 20 лет. Завод по изготовлению планируют открыть в поселке Горный. Здание есть, сейчас готовят документы. Вошел в состав перспективных проектов нашей программы реиндустриализации. Не в состав флагманских, но в состав перспективных. Поэтому это как раз сближает позиции для дальнейшей реализации. Поэтому вот услышали, поэтому сейчас планируем дальнейшие действия взаимодействия. По крайней мере, как поддержать. Во-первых, нужно сертифицировать вот эту технологию. Поэтому определим меры поддержки, какие, ну, организационные. Вот для того, чтобы сертифицировать. А дальше выйти, по крайней мере, на опытный участок по производству и применению. Поддержку из областного бюджета получит еще один проект. Реализуют его тоже в Горном. Через полтора года будет запущен лакокрасочный завод. Проектом предусмотрено обучение будущего коллектива. Это более ста человек. Кроме того, губернатор оценил темпы строительства школы на 500 мест. Заверил. Откроет ее 1 сентября 2017 года. Сама школа интересная. Чем? Большой блок, спортблок, бассейн, спортзалы. Подобная школа на 6 микро районе устроилась. Сейчас в Горном две школы. Старшая и начальная. Малыши учатся в приспособленном здании. Места мало, поэтому занимаются в две смены. А с нового учебного года дети перейдут в новую школу. Зинаида Мельникова, Михаил Кауров. Новости ОТС. Сегодня Всемирный день туризма. Праздник отмечают в большинстве стран мира вот уже больше 30 лет. Пожалуй, нет современного государства, для которого туризм не является важным экономическим фактором или даже основной статьей доходов в бюджеты страны. Накануне праздника путешественников съемочная группа канала ОТС вернулась из Китая. Наши журналисты увидели достопримечательности поднеместные, от которых просто захватывает дух. Организаторы поездки запланировали экскурсию на одно из самых высоких зданий в мире – телебашню в Гуанчжоу. Поездку в город Женьжень, который еще 30 лет назад был рыбацкой деревней, а сейчас в нем живет 20 миллионов человек. Наши корреспонденты побывали в Императорском дворце, Китайском театре и, конечно, поднялись на Великую стену. В туперилах нет ни одной ленточки, ни одной завязочки. Здесь ничего нельзя оставить. Здесь был ям. Нету такой традиции в Китае. Остается только сниматься наверх и поражаться масштабами сооружений. Подробный сюжет о путешествиях съемочной группы канала ОТС по Китаю смотрите сегодня в 20.30 в итоговом выпуске новостей. Каким был Новосибирск больше ста лет назад? Посмотреть на первые городские постройки можно будет в музее Центрального района. Сегодня там открывается выставка «Утраченная архитектура». Экспозиция поможет познакомиться со зданиями, которые были построены на рубеже возникновения городов во времена его становления. Многие строения не дошли до наших дней, были снесены или реконструированы. На выставке представлены здания, которые были построены в Новониколаевске на рубеже 1900-1920 годов. Кружевные украшения, убранство домов снаружи и внутри, предметы быта и интерьера. Кстати, все посетители могут проголосовать за то, какое здание нравится больше – оригинальное или отреставрированное. И это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь и желаю вам удачного рабочего дня. Субтитры создавал DimaTorzok